Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс, и наливайте то, что вы там сегодня пьёте, сегодня нам будет что обсудить. Во-первых, конечно, напоминаю, что у меня сегодня, как каждую субботу, вышло интереснейшее гадание, наше третье гадание на Путина, я говорю про это самое видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Что президент, диктатор России думает о войне, какие у него планы после того, как не получился тот самый Блицкрик в Украине, его отношения с приближёнными, с Суровикиным, огромное количество вопросов, интереснейшее гадание, поэтому кто пропустил, обязательно посмотрите, ссылка будет в закреплённых также в комментариях, ну, конечно, можете перейти на мой основной канал и поздравить мою мамочку с днём рождения, сегодня у неё день рождения, поэтому поздравляйте, я уверен, она получит огромное удовольствие от ваших тёплых слов. Пожелание вам, я знаю, что ты смотришь мои сплетни каждый день, поэтому, дорогая, любимая мамочка, ты самая лучшая мамочка на земле, ты знаешь, как сильно я тебя люблю, с днём рождения, дорогая, я тебя обожаю, сейчас с нему сплетни, пойдём в ресторанчик, за мой счёт, сыночка гуляет. После нашего недавнего видео, буквально пару дней назад мы накладывали про Панина, была ситуация в контексте, что Панин и его арест в Эстонии, он напился в Эстонии, значит, собрались его там вроде как депортировать, это всё прошло, и тогда пошли вот эти вот слухи, абсолютно кошмарнейшие слухи, про его здоровье. Летела ко мне пташка, ну, там серьёзная пташка, в плане серьёзного, в плане знающая пташка, потому что очень сильно всё знает. Я сейчас буду стараться читать то, что она принесла мне, и очень сильно выбирать слова, потому что огромное количество людей я могу слить, лить этих людей я не хочу, потому что, в первую очередь, я солью таким образом саму пташку, а во-вторых, не нужно, чтобы люди, которые имеют отношение к Панину, пострадали, потому что мужик абсолютно потерял контроль над собственной ситуацией и тянет на дно абсолютно всех вокруг него стоящих. Привет! Панин, конечно, бухает, как чёрт, но он пьёт вкусный алкоголь, спирт он не пьёт, может, иногда понюх, может, иногда... Но это не в системе, скорее, ему плевать на это всё. Вот алкоголь, его абсолютно всё, но на данный момент это не его основная проблема, он болен, и болен серьёзно. У него диагноз я не буду озвучивать, но это диагноз, который мы делали предположение в моём вот в этом вот видео. Дальше пташка пишет. Прошу, расскажи это всё очень аккуратно, слишком я знаю эту тему. Всё это происходило очень рядом, очень всё на виду этой пташки. Я выбираю слова... Там трэш, ребят, там просто трэш. Кидывают мне переписки, где доказывают. Мне пташки часто доказывают, что они знают ситуацию. В данном случае ситуацию доказывать не надо, потому что я, в принципе, знаю, кто это пташка. Всё секретно, там я много пропустил, умоляю. А дальше у него именно эта болезнь. Не раз приезжал за терапией. Теперь я не знаю, как он. И да, он спал с огромным количеством людей, зная о своём диагнозе до начала перехода на терапию. Если вы понимаете, о чём речь. И задрожал. Испугался, видимо, он сам, да. Это подсудное дело. И то, что я рассказала, тоже. Могу сказать. Фанин знал о своём состоянии здоровья. И очень часто была ситуация, когда он занимался интимом. Он же свингер, как утверждает Ташка. Как знают все, но он свингер. И, ребят, прошу прощения за ломанное повествование. Я просто не могу слить сейчас всех и вся. Они свингеры. Им в кайф от этого. И они этим бравировали всегда. Мужчины, женщины, кто там только не был. Они занимались интимом со всеми. Всё, что двигалось, Панин был участником в этом всём. Вообще, хочу записать голосовое, но мне сейчас неудобно. Так что расскажу подробности. Дальше она пишет интересное. Мне было страшно. И это нормально. Любой человек этого бы испугался. У нас надломились близкие отношения. Я утомилась вытаскивать всю эту ситуацию. Трэш. Вот вам и прочитал, короче, Пташку, да? Прошу прощения, что не могу прочитать откровения Пташки. Проблема в чём? Очень много имён. Очень много слов. Очень много событий, которые она описывает. Если всё это расскажу, все сразу поймут, кто эта Пташка. Давайте суммируем. Давайте суммируем. У него диагноз. Он про этот диагноз знает. И до того, как он пошёл на терапию, он продолжал заниматься интимом со различным огромным количеством людей, как мужчин, так и женщин, не говоря о своём диагнозе, не предохраняясь. Подсудное дело. Подсудное дело. Человек абсолютно потерял контроль. Вы знаете, на самом деле, есть такой эффект, он называется синдром. Это синдром, это психологическое расстройство. Оно называется синдром Дракулы. Значит, у человека какое-то неизлечимое хроническое заболевание, которое может он передать, и человек это с упоением передаёт. Почему? Есть простое психологическое объяснение подобному поведению. Потому что всё очень просто. Человек начинает быть злым на всё и вся. Если он залетел и заразился чем бы то ни было, он становится зол на всё вокруг, на мир, на окружающих людей. И он начинает таким образом мстить. Он делает то же самое, но почему нет? Если у него есть, ну давайте тогда я и других за собой заберу. Я заберу за собой других. В наше время, когда есть терапия, Ташка заявляет, она не знает, сидит ли он на терапии. Вроде начинал сидеть, но сейчас она не знает, сидит ли он на этой самой терапии. Терапия, которая убивает вирусную нагрузку практически в ноль. Мне писали за вчера под моём тем самым видео. Парни и девушки, у которых есть это самое заболевание, они говорят, что оно не уничтожает эту самую вирусную нагрузку в ноль. Просто на анализах просто не показываешь, что человек позитивный. Но тем не менее терапия действительно помогает. Терапия в 23-м году, она без тех страшных побочек, которые были в 90-е, 80-е. Терапия действительно продлевает жизнь, терапия действительно позволяет жить людям с этим заболеванием, полноценную жизнь, не ущемляя ни в чём. Даже есть известные пары, есть определённое даже название для этих самых пар, когда один из партнёров позитивный, второй нет. И они живут нормальную семейную жизнь. Они рожают детей, у них всё нормально. И эта болезнь никак не затрагивает. Она не кидает тень на эти самые отношения. То есть сейчас уровень медицины, уровень лечения этого всего дошёл именно до такого уровня. Но есть люди, которые абсолютно безалаберно относятся к своему здоровью. В данном случае это Панин пьёт, жутко пьёт. Пьёт с удовольствием, пить бросать не хочет. Я не знаю, какие у него проблемы с печенью, как опять же говорят, у него серьёзные проблемы с этим. Но самое страшное здесь другое. Человек пьёт и человек спит. Спит со всеми. И не говоря, я не знаю, по крайней мере, не говорил на какой-то момент. Ну потому что это стигма, ребят. Это, конечно, стигма. Не будете вы идти в постель с этим самым человеком, даже зная, что он на терапии. Даже зная, что он будет использовать средства контрацепции. Вы не пойдёте на это с человеком, потому что есть ментальный блок. Это хроническое заболевание, которое на данный момент, на сегодняшнее число, на 9 сентября, оно не лечится. Можно вести абсолютно продуктивную и здоровую жизнь. Но всё равно есть вот это вот гигантское. Но есть вот этот вот слон в комнате, который абсолютно невозможно игнорировать. И Панин. Ну вот такой Панин. Вы знаете, это, конечно, штришок к портрету. Эта ситуация с Панином, это, конечно, показатель самого Панина. Какой он человек. Да, сейчас, вот смотря на эту ситуацию, когда он поддерживает Украину, он жутко ненавидит Россию. Вы знаете, человек, я искренне верю, он далёк от политики. Ему плевать на всё. Ему просто хочется не жить в России. Потому что он уничтожил свою репутацию там. У него нет работы, невозможно нормально жить, невозможно зарабатывать хоть какие-то деньги. Не нравится, возможно, ему Россия. Не нравится, возможно, ему российские города. И приятно ему находиться в Испании. Сказав всё это, он будет сейчас говорить то, что от него хотят слышать. Но опять же, когда мы слушаем Панина, мы должны понимать, что человеку плевать на всё. Ему плевать на других людей, которые с ним связаны, которые пересекают с ним эти самые дорожки. Ужаснейшая новость, отвратительнейшая новость. Новость, она шокировала ли она меня? Нет, она меня не шокировала. Я такого ожидал от Панина. Ожидал такого от Халтамы Панина. Однозначно. Но то, что Панин страшный человек, у которого нет никаких человеческих. Но это, ребята, подсудное дело. Это подсудное дело. Это уголовное дело. За это сажают в тюрьму. Везде. Если ты намеренно заражаешь человека, чем бы то ни было. За это ты пойдёшь в тюрьму. Это называется причинение вреда здоровью. В тяжком формате... Есть вот эта серьёзная статья, за которую дают срок. И пташка несёт мне вот это. Ребят, если вы спали с Паниной, проверитесь. Конечно, проверьтесь, в первую очередь. Если вы, как кажется, плюсики, идите в полицию. В первую очередь, конечно, идите лечитесь. А потом срочно в полицию. Потому что этого человека нужно остановить. В шоке. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать о вашем. Я не прошу прощения за такое ломанное. Это огромный текст она прислала. С огромный, со скринами, с доказательствами. Но не могу я слить пташку. Не могу я слить пташку. Весь этот смысл. Пташки интересные детали. Интересные ситуации, в которых она присутствовала. Но я не могу о них рассказать. Потому что сразу поймут, кто это самая пташка. Здесь суть в другом. Знал о своём состоянии. Спал с другими. Не говоря о своём диагнозе. И сейчас она очень сильно сомневается. Это самая пташка. Что он сидит вообще. На какой бы то ни было терапии. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Уф. Ребят. Прошу прощения. Вчера у меня не вышло. Каждый пятница. Сейчас я стараюсь выкладывать влоги на моём четвёртом канале. За прошлую пятницу. Заходило вот это видео. По этой ссылке можете пройти. Обещаю, что следующую пятницу будет обязательно. Но кто хочет посоветить Антошу. Отравятся пяти новостей. Влог. Там как раз вам для этого и пригодится. Блин, Боня. Ребят. Ну настолько интересная тема. Ну настолько бомбящая тема. Вы знаете, она бомбит у многих. И я понимаю почему. Потому что огромное количество под моим вчерашним видео. Кто против, по этой ссылке можете пройти посмотреть. Говорили, Боня. Она же красивая женщина. Да, конечно, используют фильтры. Да, конечно, используют постоянные какие-то маски в инстаграме. Но дама была красивая. Красивая была девчонка. Она сделала себя. И тем не менее на выхлопе, на какой-то момент она была действительно красивая. И вот сейчас она выдаёт следующее. Минутка вашего времени. Слушаем. Я решила с вами быть честной. Я хочу показать сейчас. Всегда у меня улица. Не пугайтесь. Ну, то есть, я вот это глава вообще не чувствую. Я даже поднять не могу. Ну, это временно. Я с вами запройду. Ребята, я должна поделиться с вами, что я начала немножко подволновываться. Потому что сейчас я нахожусь в Беверли-Хиллз отеле. Подошла девушка ко мне и говорит, ой, я знаю эти кепки. То есть, она меня не узнала. Но она узнала кепку мою. И она как бы не видела, что я как бы здесь. И она не видела, что я делала. Я говорю, Маня, 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 а если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ну, то есть, короче, я начала волноваться. Ребята, ну что у меня нос прям сильно изменился, во-первых. Я знаю, что нужно время. Еще нужно подождать. Но когда тебя перестают узнавать люди, узнают только твои кепки. Немножко странно. О, блин. Не знаю, смеяться или плакать. Я, честно говоря, не знаю пока. Во-первых, конечно, многие задались вопросами, что у нее с губами. Но все вы видите, она улыбнуться нормально не может. Потому что у нее, видимо, задет нерв. Кто-то говорит, что, возможно, это пройдет. Скорее всего, это пройдет. Но есть такой шанс, что если нерв затронут так сильно, возможно, это и не пройдет. Никогда. И Боня вот так будет улыбаться теперь вечером. Не узнают больше Боню. Узнают ее только по этим дурацким шапкам, которые она сама и продает. Ну, интересно, да? Проник плейс, давайте купите мои фуражки. На секунду, да? Если вот так вот суммировать эту всю ситуацию. Этой сестре Джи-Джи Хадзид. Белла. Белла. Хадзид, да? Ее, значит, делали по золотому сечению. Боня же, по ее словам, за 2-4 миллиона. Сделали вот это вот мясо, когда она улыбнуться не может. Про губы просто молчим. Дальше она сказала интересный момент, который у меня задались вопросики в моей головке. Буду честна с вами, покажу вам свою улыбку. Улыбку мы увидели, отрыбь взяла всех. Напомню, сейчас 12 день после операции. Это все, конечно, здорово. И дальше она пишет следующее. Для того, чтобы убрать носогубные складки, мне под носик поставили гранулы. Я еще об этом не рассказала. Хочу потом подробно объяснить, что и как, когда уже все заживет. И именно поэтому я не чувствую верхнюю губу. На 80%. Очень много вопросов про нос. Его вообще не трогали, не резали, не укорачивали. Сейчас он такой за счет отека, который был вызван тем, что сделал жир в области лба. И из-за гранул, которыми убирают носогубные складки. Нос стоит. Я без ерничества, да? Узенький носик стоит вот так. Какие-то гранулы под нос. И отек лба дает такой эффект. Думаю, через неделю она пишет. Я вам покажу. Начну себя чувствовать более полноценно. А мне вопрос, а что за гранулы ставят под нос? Я вообще про это никогда не слышал. Я общался сейчас с косметологами, не знаю. Чтобы убрать носогубные складки, под носик поставили гранулы. Что за гранулы, я не понимаю. Я не знаю, зачем мне нужно было это делать. Я не понимаю, зачем ей нужно было себя уродовать. Боня, без всякого ерничества. Без всяких издевок. Мне очень жаль, что у тебя такой результат. Если ты еще и заплатил за это 2-4 миллиона, мне действительно тебя вдвойне жаль. Потому что это подсудное дело. Потому что человек тебя просто изуродовал. У меня вопрос другой. Вы знаете, мы будем собирать здесь этих самых урожай по осени. Считать цыпляток по осени, да? Давайте посмотрим, когда она придет в норму. И дай бог увидим Боню без этого самого страшного фильтра. И тогда мы сделаем эти самые выводы по поводу всего этого. Не кареток, ботокс, дорогие мои. Фулл фейс, да? Мужчины после развода тоже решаются на преображение. Чтобы, видать, видела, какое золото потеряла, да? Бывший муж Жизель Бунхин. И как сейчас утверждает нынешний бойфренд Ирины Шейк. Ир, Ир, ну напиши ты мне. Ну скажи, Антон, ну лесбиянка я. Да отстань ты от меня. Я отстану. Том Брэдли. Его сейчас просто троллят за перебор. Это не ботокс. Какие-то филеры или гиалуронка. Вот почему? Ботокс что? Ботокс не может так изуродовать лицо. Ботокс, он убирает мимические морщины. Я обожаю ботокс. Я огромный фанат ботокса, ребят. Но нету такого опухшего лица, такого комками, да? Он футболист. Красивый, ну на вкус. Мне не нравится, но мужик красивый, высокий, известный, богатый. Сейчас вот эти вот ролики выкладывают. Про этого Тома Брэдли. Троллят все в западном ютубе и во всех этих пабликах. Потому что уродуют себя. Ребят, да зачем вы это делаете? Ну зачем вы ходите к косметологам? Особенно, когда вы видите, огромное количество женщин и мужчин ходят с изуродованными лицами. Вы же видите результат. Ну не получается ни у кого быть красавицей. Не получается. Вы знаете, обожаю ТикТок. Сейчас я смотрю ТикТоки, теория заговоров. Вопрос в другом. И когда ты видишь в ТикТоке, что на вас одето, одето-надето, да, плевать. То, например, по улицам Нью-Йорка. И ты видишь теток, выгуливающих экземпляры там по полмиллиона евро. Там часы, винтажная Шанель, какие-то Фенди, какой-то Армани Привея, Версачи Кутюр. И ты смотришь на их лица и ты понимаешь, это глубоко многомиллионные тетки. У них гигантские деньги на их банковских счетах. Если вот она за раз, вот просто идя по улице Нью-Йорка, она на себе несет там до 700 тысяч евро состояние. Просто ее сегодняшний лук стоит именно так. То есть ты понимаешь, это серьезные тетки с серьезными банковскими счетами. Господи боже мой, эти резиновые рожи монстры. Это, конечно, ужасно. Они сами платят бешеные деньги за подобные вот лица. Сами, вот в трезвом уме идут и несут сотни тысяч евро, чтобы выглядеть так. Том Брэдди. Кошмарище. Это самое настоящее кошмарище. О, Лена Блиновская, дорогие мои. Пришли ее подружки. Лапочка-то наша, зайчка. Смотри. Ты наша гнезда. Любви тебе, Ленка. Наша любовь всегда с тобой. Просто вселенская. Спасибо тебе за все. Ура. Малышка наша. Малышка наша. С днем рождения. Это, значит, опубликовала психолог-наставник-коуч Юлия Тюрина. Изучаю, применяю гешталь подхода к психологии. Веру трансформационную игру. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Аж 13,5 тысяч подписчиков. И вот они все сидят. Наша ты лапочка. Наша ты красавица. Сидит Лена Блиновская. Но плевать, да? Они пришли к ней навестить бедную преступницу. Она преступница. Она мошенница. И вот сидят тетки. Знаете, вот подлезать. Подлезать серьезные миллионеры. Миллиардерши. Лене Блиновской. Люди посидят. Вот эти вот. И Лена Блиновская там сидит. Свои безобразные. Некрасиво она улыбается. Лена Блиновская улыбается некрасиво. И все в таком восторге. Наша ты девочка. Наша ты красавица. Наша ты умница. Девки, вы серьезно? Вы серьезно? Неужели так можно засунуть вот куда поглубже собственную гордость и уважение? И преступницу. Реально преступницу. У нее уголовное дело. Ее разбирают серьезные люди. Сидящие высоко, высоко там. В этих самых прокуратурах. Вы серьезно? Вы хлопаете в ладоши этой самой тети? Которая миллионы и миллионы. Ребят, не помогает. Ничего не помогает. То, что она продавала. И люди сидят в божественном присутствии. Лена Блиновская вышла и выпила с ними стакашки шарданы. Что не так с людьми? Любую преступницу. Вот она. Русская широкая душа. Любого сирого, любого убогого. Прижать к груди и обнять и плакать. Потому что ну простить же надо. Простить же надо. О бедной лени только ваше прощение и необходимо. Трэш. Трэш что происходит, дорогие мои? Трэш-а-ни-на-ч-ка. 12 числа же будет новый айфон, дорогие мои. Вот сейчас слили китайские фабрики, где это все происходит. Это китайский завод Foxconn. Именно они производят Apple. Новенький айфон 15. Прямиком оттуда фоточка. Кроме уложенного в коробочку кабеля USB-C, там ничего нового нет. Что и подтверждают слухи. Переход на это зарядка. Она будет именно сейчас. Значит, две даты. 13 сентября для рынка США. 16 сентября для остального мира. Тем, кто же решится купить это все самое. Говорят, цена будет на премиальную модель 2400 евро. Это самый дорогой телефон в истории. Сейчас уже обещают. Значит, 12 сентября будет презентация. И в России уже идут предзаказы на новинку. Цена вопроса около миллиона рублей. Обещают привезти 15-й из Дубая через 6 часов после презентации. И Авито сейчас блокирует эти самые предложения, которые уже перевалили за миллион рублей. Они просто блокируют, потому что начинается какая-то непонятная истерия. Ну, не зашел россиянам Айя 7513. Что там они как называли, да? Ответ Андроиду и жуткому Эппл. Я не знаю, кто из вас будет что покупать. Для меня это полнейшее. Я понимаю, цена обуснована титановым корпусом. 2500 евро. У меня есть до сих пор мой 12-й. Я вам скажу больше. Мой второй телефон. Моя маленькая, миленькая десяточка. Которая работает как швейцарские часики, дорогие мои. И менять это все я не буду. Я бы десятку не менял. И 12-й я, блин, выиграл. Подпишись на канал. Было такое, да? Подписался на один... Ну, это уже известно, я сто раз уже рассказал. Была ситуация, подпишите на нас в YouTube-канал. Выберем одного победившего. Я выиграл. Я говорю, как у меня и жене вы будете присылать этот самый телефон? Они говорят, дайте просто свой магазин электроники онлайн. И ваш адрес. На следующий день приходит курьер с 12-й Pro Max. Я говорю, серьезно? Я выиграл 12 Pro Max? Если бы не выиграл, ходил бы с десяткой и все. За титановый корпус. Доплевать. Я все равно пользуюсь чехлами, потому что мне комфортнее держать телефон в руках. Я лучше куплю еще один MacBook, потому что MacBook это моя рабочая вещь. Я не понимаю людей, которые покупают телефоны. Я блогер. Я блогер. Дигитальный мир это моя карьера. Это моя работа. И даже мне не нужен 15 Pro Max. Зачем люди покупают в рассрочку? На маршрутке, но с 15-го. Ребят, ну реально, ну не смешно. Это даже не смешно. Я говорю вам, я блогер, который говорит, вам это не нужно. Теперь спросите ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Скандал сейчас разразился большой в Украине. Миссис Мира проходил такой конкурс, и украинка Ирина Бессмертная, она там как раз и участвовала, выступала. Она победила на этом самом конкурсе. Держалась она за руки с россиянкой. Вот они стоят. Они вдвоем как бы вышли в финал, и одна должна быть победительницей. Украинка взяла этот самый приз, но Украина была в шоке за то, что они держались за руки. То есть у всех был прямо таки, что ты творишь. Из России, возможно, не видно это, если вы еще живете где-то under the rock, вы, наверное, не понимаете ситуацию. В Украине уничтожаются города, дома, люди теряют свои жизни, и поэтому там это идет просто ненависть уже на генетическом уровне. Эта ненависть, она заслуженная, вы понимаете? И вот, значит, уроженка Херсона держалась за руки. Цитата. Я не давала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требования и инструкции конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительница стала бы россиянка. Вы хотите, чтобы я дала нашу победу стране-агрессору? Для меня это недопустимо. Ох, красиво вывернулась бессмертная Ирина. Я бы с удовольствием сделала иначе, но у меня был выбор сделать так, как я сделала, или отдать победу России. Я замечу, дорогие мои, не так давно все абсолютно обсуждали схожий случай. Ольга Харлан, украинская фехтовальщица, она отказалась пожимать руку российской спортсменки, победившей на соревнованиях, предложив вместо этого удариться шпагами. Россиянка не согласилась, а пошла на провокацию, намеренно ожидая украинку. И хотя Харлан отказалась под угрозой дисквалификации, весь украинский спорт и украинцы гордятся поступком. Спортсменки ее сначала дисквалифицировали, потом вернули обратно, потому что сказали, что еще на этих соревнованиях присутствует фактор ковида, и антиковидные ограничения позволяют ей не пожать руки россиянке. То есть Ирина Бессмертная, блогер, бизнесвумен из Херсона, 4 года назад переехала в США, вышла замуж за американца. Она активно освещала события войны, что здорово, да, выходила на улицу США с украинским флагом. Это все, конечно, здорово. Но вы понимаете тот самый момент, когда ты делаешь выбор, ты делаешь реальный выбор, или ты пожимаешь руку, или нет. И даже под угрозой дисквалификации шпажистка отказалась. А Ирина Бессмертная важна была корона с вот такими вот брюликами. Ну потому что эго, а потому что у нас миссис и мисс, от них не нужно ждать серьезных гражданских позиций, не нужно ждать. Для них важна какая-то вот 7-минутная победа, да. Актера-саентолога, сейчас абсолютно все обсуждают, Дэни Мастерсона, 30 лет в тюрьмы дали ему. Он известен в сериалах «Шоу 70-х», например, одно из них, да. Он саентолог, и значит, ситуация в чем? Классическая ситуация. В 2000-х годах произошло два инцидента с женщинами с полным входом, убираю слова, да. Тусаем остатки монетизации. За каждое насилие ему дали 15 лет. В доме на Голливских холмах это происходило. И значит, одна из жертв актера, которая воспользовалась в семье последователей церкви саентологии, рассказала во время судебного заседания, что после этого самого насилия она обратилась в церковь. Однако некий, высокопоставленный представитель церкви заявил женщине, что Дэни неприкасаемый. Я не выбирала родиться в семье саентологов. И я не выбирала, чтобы надо мной проявил насилие Дэни Мастерсон. Церковь саентологии пыталась нас запугать и заставить замолчать. Тебе нравится причинать боль женщинам, заявила жертва, глядя ему в глаза. Ты прожил свою жизнь под маской другого человека, но настоящий человек сидит здесь. И она заявила, что мир будет безопаснее после того, как Мастерсон будет находиться за решеткой. Интересно, правда ли? Мне вот особенно здесь понравилось лицемерие церкви саентологии. Ребята, если вы думаете, что жуткая коррупция, понебратство и заступничество только в России или только в жутко коррупционной сейчас Украине, везде такое, везде понебратство, везде сильные миры сего. А если ты никто и звать тебя никак, ну в таком случае всегда сильные миры сего заступятся за своего и не дадут его на растерзание. А вы знаете, огромный плюс в том, что его все равно посадили, то есть каким-то образом. Я не понимаю вот эту ситуацию. В начале 2000-х, как ты докажешь, что было там? Вот как происходит момент доказательства? Я не понимаю, как работает в данном случае американская фемида, но доказали. И доказали серьезно, то есть дали 30 лет. Но сам факт, церковь саентологии, да, нет, своего не дадим. Извини, он неприкасаемый. Как вам такое, милые мои дамы и господа? Знаете, теряется вера в человеческую доброту и... О чем я сейчас, господи? Ну что я такой наивный? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Конечно, огромное благодаря всем сплетникам, кто шлет нам донаты. Спасибо, дорогие мои, за ваши щедрые донаты. Благодаря им и только им мы в состоянии выпускать видео на этом канале каждый божий день. А если вы высылаете нам донат через Бусти, ссылка и инструкция, как выслать донат через Бусти, взамен мы обязательно высылаем вам мини-видео-открыточку. Лично от меня записано специально для вас. Может быть, просто привет от меня. Поздравления с годовщиной, с днем рождения, что угодно. Наш форум благодарен за ваши щедрые донаты. И, конечно, лично я благодарен с Винистом Паком всем, кто помогает в приютах для бездомных животных. Спасибо, дорогие мои, что не оставляете их один на один с их ужасными проблемами. Особожаю сплетника за то, что доказываете всему миру каждый божий день, что мы сплетниками имеем не только сплетничать, но и любить. А вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Всем шикарной субботы. Обязательно посмотрите сегодняшнее гадание. Ух, скандал года. Поздравьте мою маму. Я думаю, ей будет очень-очень приятно. И спасибо, что зашли 20 минут в вашем сложном дне, чтобы пообщаться с папочкой сплетников. Я вас обожаю, сплетник. Увидимся обязательно завтра. Всем пока.